Ни в чем не ошибаться, это свойство богов. Привет, я Даша, и сегодня я хочу рассказать о коробочке Glambox за май месяц. Майская коробка. Наконец-то я все распробовала, наконец-то у меня все закончилось, наконец-то я могу обо всем об этом рассказать. Значит, первое, чем я хочу рассказать, это кремик, который меня очень сильно восхитил. Я прошу прощения, если будут какие-то названия произносить неверно, ну, все леви. Так, фрешлайн, крем для лица Эспиридис. Таким образом, он выглядит в таком греческом стиле. Более того, тут такое миленькое прямо оформление, не окрывается коробочка, и здесь надпись. Написано здесь, согласно греческой мифологии, Афродита направилась на остров Крит, чтобы найти ясенец, лекарство для раненого Энея, своего мнимого сына. Ну, вроде как намек, что это есть та самая мазь. Причем, крем мне нравится очень сильно, несмотря на то, что... Вот, кстати, еще покажу крышечком форму, он такой очень красивучий. Это такой макательный крем, куда нужно пальцами залазь. Я обычно такие не люблю, но этому крему можно просить все. Несмотря на то, что я никогда не пробовала козьего молока, почему-то при использовании этого крема у меня ассоциативный ряд идет именно с козьим молоком. Совершенно легкий, воздушный. По консистенции до такой степени приятный, что мне прям по утрам жалко после него пудру на лицо наносить ей богу, чтобы пропадать это ощущение из-за этого. Крем очень хороший, кожа нежненькая, такая, цветет и пахнет. Вот, так что кремушкам я довольна более чем. Далее я хочу показать средства для волос. Это, значит, два шампуня и кондиционер. Да, эти оба шампуня, они у нас, это Шварскопф, Ойл Миракл, основной арганового масла, который, если верить производителю, самостоятельно определяет оптимальный баланс ухода. И второй, вот этот светленький, с светленьким колпачком, это у нас Клоран, шампунь с маслом манго, увлажняющий для сухих вообще-то волос, хотя мы не склонны к жирности. Значит, что я могу сказать, от Шварскопф я вообще не в восторге, потому что это, ну, обычный шампунь. Такой же можно купить у другого производителя в два раза дешевле, и будет все то же самое. Он умудрился присушить даже мои волосы, которые, как я уже сказала, склонны к жирности. Хотя, когда я писала отзыв на сайте, то мне официальный представитель марки в России написал, что, мол, некорректно писать о шампуне, не принимая, не применяя вместе с шампунем, там, кондиционер. Ну, в общем, из этой же линейки и другие средства по уходу волос. Вот, ну, не знаю, я пробовала этот шампунь на первый раз, ну, чтобы понять его в отдельности, как он действует, и без всякого ухода. Потом я пробовала его с другими средствами, то есть это был органик шоп, по-моему, у меня. И бальзам, и скраб, и масло на кончике, и все равно очень сильно он мне волосы сушил, просто невозможно. Вот этот приятник будет, он, во-первых, если от швасков пахнет, ну, шампунь, пахнет шампунем, то здесь аромат такой приятненький. На цвет тоже сама жидкость такая золотистая, ну, тут немножко видно, но на самом деле слева, он такой золотистый, перламутровый. Очень красивый, очень красивая такая жидкость, шампунь, и действует, конечно, он не сушит волосы, действует очень хорошо на волосы. Оба этих шампунь, кстати, хочу сказать, с моим склоном к жирности типом, не его хватает. На два дня без скраба для волос, и со скрабом на три дня. И все это время они очень хорошо держат объем. Вот. Далее кондиционер. Редкин. Color Stand Magnetics. Я так понимаю, для окрашенных волос, но я не знаю насчет того, как он держит цвет, потому что у меня волос свой, не крашеный, и не было трудно оценить его в этом плане. Но именно кондиционеру неплохо волос расчесывается очень хорошо, и они прям приятнее на ощупь становятся. Прям милость. Милость, да. Далее хочу показать от берлена два берленжа. Два средства, и из одного, они с одним ароматом идут. Сейчас скажу. Герлен, лосьон для тел, вот этот, который вот летчик. Ля Петит Рубнойр и Духари у нас парфюмерная вода. Ля Петит Рубнер. Я не знаток по описанию аромата, но думаю, что это такая рисковатая сладость. Не мой аромат, я обожаю цитрусовые арбузные носки. Может быть, даже дыньку. Духи, их хватает часа на четыре, может быть. Оставляет недурную вполне за собой шлейф. Очень понравился мне крем для тела. Его наносишь, и он прям на тебе расцветает моментально в плане аромата. Кстати, кожа после него уже после самого первого применения. Очень такая бархатная, нежная. Я очень была довольна. Единственное, что аромат чуть-чуть не мой. Но, в принципе, ничего, пережить можно. Также лак от Эльси ко мне пришел. Вот такой вот цвет. В ноктях он выглядит точно так же. Ни капельки цвет не врет. Что касается номера. В общем, номер оттенка я так и не нашла, но выглядит он как-то так. На моих ноктях он продлежался один день. Я, кстати, хочу подчеркнуть, что от качества ногтей, так сказать, от здоровья ногтей зависит, как долго на них будет лак. Без базы у него же с один день. С базы не пробовала, она у меня закончилась. И последнее, что я хочу показать, это масло для тела от L'Occitane. Я же не ошиблась, да? Да. Замечающее масло для тела миндаль. Увлажняющая форму на 48 часов. Это не первый раз мне приходит масло от L'Occitane. Глэмбокс я в своё время три коробочки подряд брала от Глэмбокса. Потом залеглась и сказала, что буду брать только юбилейные с натуральной косметикой. Это я заказала из Лакресси. Просто все его так нахвалили, чтобы это в моём городе не достать. Верёмся к маслу. Очень приятно на обоняние. Пахнет миндалём. Очень хорошо, прям замечательный. Масло у них отличное все. Я уже не распробовала, как я уже сказала выше. Ну, что тут ещё скажешь? Вот. Оно не жирно, очень быстро впитывается. То есть, ты не будешь потом ходить вот так вот, как зомби, ждать, пока всё впитается. Всё прям делается. Ну, ура, на этом всё. Будем прекрасны. Пока-пока.